В эфире программа «Пастырь добрый». Христос однажды обратился к тем, кто собрался вокруг Него и произнес слова «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Чтобы понять, от какого угнетения призывает освободиться Христос, давайте посмотрим, в какой ситуации Иисус Христос произнес данное заявление. В предыдущей седьмой главе мы находим, что Христос приходит в Иерусалим на праздник Кущи. Во втором стихе восьмой главы сказано «А утром, на второй день праздника, опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их». Следующая часть главы представляет собой длинный сложный диалог Иисуса Христа с фарисеями. Давайте кратко проследим суть данного диалога. Иисус Христос заявляет «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Христос не случайно именно в данный момент произнес эту фразу. Дело в том, что в первый вечер праздника Кущи совершалась церемония иллюминации храма. После наступления темноты посредине двора зажигали четыре громадных подсвечника, и свет от них заливал весь Иерусалим. Помимо этого устраивалось и факельное шествие. Талмуд говорит, что это являлось уникальным событием, и тем, кто не посетил данного шествия, тот не понял, что такое радость спасения. Все это представление символизировало радость спасения. В псалмах Давид говорит «Слово твое светильник на ге моей и свет стезе моей». Поэтому мудрецы говорили «Свет дается благодаря Торе, она освещает путь, и нам понятно, куда идти». В честь чего был установлен праздник Кущи? Праздник Кущи был установлен как напоминание облуждания в пустыне, как напоминание о том, как народ Божий жил в кущах и шатрах, и как Господь в виде огненного столпа направлял их в обитованную землю. Давайте вспомним некоторые ветхозаветные тексты на тему света. 26-й псалом, псалмопевец говорит «Господь свет мой и спасение мое». Об этом же говорит и пророк Исаия. «Господь Бог будет для тебя вечным светом». Эти события и тексты сразу всплывали в сознание присутствующих, когда Иисус Христос произнес фразу «Я свет миру». Христос фактически причисляет себя к Богу. Тем самым он говорит «Это я тот огненный столб, который направлял народ в пустыне. Я есть истинная живая Тора. Вы видели вчера свет храма. Свет в праздничную ночь светит ярко, однако в конце концов он меркнет и гаснет. Я же, говорит Иисус Христос, подлинный светильник, который никогда не гаснет в темной пустыне этого мира и который приносит истинную радость спасения». Какова была реакция фарисеев на данные слова Иисуса Христа? В другом подобном случае Христос заявил о себе, что Он есть хлеб жизни, шедший с небес, и далее мы читаем в Евангелии от Иоанна в 6 главе. «Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал, «Я есим хлеб жизни, шедший с небес», и говорили, не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же Он говорит «Я сшел с небес»? Нечто подобное происходит, когда Иисус Христос произнес слова «Я свет миру». Учителя закона говорят «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина». Христос на это отвечает «Свидетельство мое истина, потому что не только я сам свидетельствую о себе, но и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему «Где твой Отец?» Религиозные лидеры, мы видим, что фарисеи мыслят исключительно в земных категориях, они хорошо знают земного Отца Иисуса Иосифа. Иисус на это отвечал «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего». Почему религиозные лидеры и фарисеи отвергают слова Иисуса Христа? Потому что они, как говорит Иисус Христос, не знают Бога, они не могут вместить всю непостижимость Его свойств и планов. Поэтому далее Христос прямо говорит «Вы от мира сего, Я не от мира сего». Тогда фарисеи прямо спрашивают «Кто же ты?» На прямой вопрос Иисус дает прямой ответ. Иисус сказал им «От начала сущий, как и говорю вам». Христос прямо указывает на первую главу книги Бытие и говорит «Я тот, кто вначале сотворил небо и землю». Каждое высказывание Христа – это вызов для их сознания. Давайте посмотрим, что происходит далее. Далее происходит то же самое. Христос делает заявление, но для фарисеев все слова Христа звучат странно и богохульно. Они говорят Христу «Как понимать слова «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Кем ты себя делаешь? Мы не были рабами никому никогда. И что ты такое говоришь, праведники и пророки не увидят смерти». Праведники и пророки умерли, а Авраам, каким образом, задают вопрос фарисеи, «Видел тебя, если тебе нет и пятидесяти лет». На это Иисус снова говорит прямо «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». И здесь наступает предел возмущению. Написано, «Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма». Так драматично заканчивается этот непростой диалог. Почему религиозные лидеры не веруют в Иисуса Христа и не принимают его? Потому что в их сознании просто не вмещаются слова Христа. Посмотрите, какая контрастная ситуация происходит в середине диалога. Сказано, когда он говорил это, многие уверовали в него. Одни и те же слова Христа, однако одни веруют, а другие не веруют. Далее именно уверовавшим в него Иисус Христос говорит, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». В данном тексте Иисус Христос называет свободными тех, кто уверовал, кто пребывает в Его Слове, кто познал истину. И наоборот, неверие по словам Христа делает человека несвободным. Здесь же Христос говорит о Святом Духе, «И Он, придя, обличит мир о грехе, что не веруют в Меня». В каком смысле неверие по словам Христа – это несвобода? Многие люди сегодня не веруют, однако, как и фарисеи в данной главе, они говорят, «Мы никогда никому не были рабами, мы свободные люди». В каком смысле неверующий человек лишен свободы выбора? В истории грехопадения суть грехопадения, то, чем соблазнилась Ева, описано в книге «Бытие» в третьей главе сказано, «И увидела жена, что дерево вожделенно, потому что дает знания». В данном тексте показано, что первый человек пожелал не верить, а знать. И проблема не в том, что разум захотел все познать и все понять. «Роковое падение человека заключалось в том, что разум присвоил себе право решать, что есть истина, а что истиной не является. Кто мы по природе? Как мы мыслим? Может ли квадрат быть круглым? Здесь мы не вольны выбирать. Подобным образом дважды два не может быть пять, топоры не могут плавать, человек не может ходить по воде. Подобным образом в мире господствует и закон тления. Все, что имеет начало, имеет и конец. И это такой же закон, как и законы геометрии, математики и физики. У нас нет выбора. Мы обязаны принимать данные законы». Вот как об этом говорит один автор. «Там, где по нашему пониманию мы упираемся в стену абсолютно невозможного, где со всей очевидностью выясняется, что все навсегда кончено, разум, не желая признаваться в своем бессилии, призывает к покорности. Остается только глядеть и холодеть. Люди должны прекратить всякие домогательства, попытки исканий и борьбы. В этом и только в этом всегда была задача мудрости, говорит автор, смирить непокорного человека». В Евангелии от Луки Иисус Христос говорит, «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» По словам Христа, весь мир пойман в сеть своего рационального мышления и заключен в нем, как в вечной темнице. В одном из художественных фильмов сюжет разворачивается в Нью-Йоркском метро. Профессор университета утрачивает смысл жизни, приходит на станцию и пытается покончить с собой, бросаясь под колеса электропоезда. Однако буквально в последний момент его успевает подхватить чернокожий человек. Как потом оказалось, это был пастор христианской церкви. Он приводит профессора к себе домой, и у них происходит непростой диалог. «Позвольте вопрос», — говорит пастор, «Вы прочитали, как профессор, за всю жизнь тысячи книг. Однако какая польза от знаний, если они не удержат на краю платформы, когда экспресс летит со скоростью 130 км в час?» «Что именно с вами случилось? Что из всех вариантов вы оставили себе лишь экспресс?» — задает вопрос пастор. Профессор отвечает, «Вряд ли что-то случилось, просто я наконец признал правду. «Я не верю в Бога». Оглянитесь вокруг себя. Крики и стоны мучеников. Тень топора нависла над каждой радостью. Каждый путь заканчивается смертью. Каждая дружба, каждая любовь — это мучения. Утраты, предательство, боль, страдания, старость, презрение, ужасные и долгие болезни. И если это все, что смогла мне предложить жизнь, то у меня нет ни одной причины спасать все это. Потому что здесь нечего спасать. «Вы говорите, мне нужна любовь Бога», — говорит профессор. «Но я в Бога не верю. Мне не у кого просить. Мне некуда идти. И нет пути назад. Осталась только одна надежда на небытие. И я хватаюсь за эту надежду». Вот что представляет собой жизнь без веры, без Бога, без Спасителя Иисуса Христа, без прощения и без света впереди. Всем усталым человеческим душам, которые пребывают во тьме и в неволе, Иисус Христос с любовью провозглашает. «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». «Истинно, истинно говорю вам», — говорит Иисус Христос. «Кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». У нас не было выбора, умирать или не умирать. И для того, чтобы произошло наше освобождение от власти, греха и смерти, недостаточно было нашего отчаянного положения. Необходим был Голговский крест. Иисус Христос освободил каждого человека от власти самого страшного врага. И теперь у каждого человека на этой земле есть выбор, умирать или не умирать. Свободная воля — это святая святых человека. И Господь Бог во Христе Иисусе возвратил свободу выбора каждому человеку и дал каждому живущему на земле надежду и будущность. Завтра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok